С подключениями, Зерней. В последнее время мой скромный образ стал часто появляться в рекламах взлома казино, пирамид и прочих серых схемах, которые тебя обязательно озолотят. Нет. Поэтому мы решили закрыть этот гештальт и рассказать, что же это за схемы и можно ли на них заработать. Начнем с самых популярных. Взлом казино. Эти все сраненькие рекламы в телеграм и инстаграме рассказывают тебе, иногда даже от моего имени, что работать на работе это то еще западло и как бы вообще никому уже лет сто не надо, а достаточно только знать, как обманывать казино. Для этого нужен какой-то мифический алгоритм. На телеграм-канале или странице обманщиков казино есть красочные скриншоты с типа отзывами о том, сколько люди воспользовавшиеся услугой заколачивают бабок. То есть типа ты заходишь на сайт онлайн казино, но как бы обсуждать, скольким количеством хроносон надо обладать, чтобы вообще туда заходить я даже не буду, ведь я не депутат. Ну так вот, заходишь ты туда, закидываешь бабки, выбираешь указанный аппарат, у меня в регионе их так называют, и играешь по предложенной схеме. Например, три раза по трем линям, четыре раза под бум, потом по восьми, потом резко подвигать курсор и переодеть нижнее белье, потому что ты немного обделался. Денег нет и выигрыша никакого, конечно же, тоже. После этого тебе перестает отвечать оператор, ну и как бы на этом все. Для мошенника это работает так, создается канал, например, в телеге или просто переименовывается уже существующий. Так было с нашими соседями, которые писали про всякие даркнет приключения. Потом, опа, пост в стиле успешного бизнесмена, типа, канал почти забросил, потому что бабки зарабатываю на новой схеме, о которой теперь буду рассказывать и здесь. Далее наполнение скриншотами довольных клиентов, которые наперебой благодарят за такую халяву и хвастаются своими выигрышами. Кстати, даже нам как-то писали в предложку и говорили, давай прорекламируем такую схему казино и на вопрос, а работает ли такая схема, автор канала отвечал, ну в принципе работает. В принципе работает. На самом деле мошенник зарабатывает в момент перехода жертвы по ссылке, которая обязательно указывается с описанием схемы. Это реферальная ссылка, которая гарантирует откат процентов где-то 5-10 от внесенной суммы всех, кто заливет там бабки. Все очень просто, не ведитесь на такое. А вот где тебя точно не обманут, так это в нашей рекламной интеграции. Сегодня нас снова взяла рейдом бесплатная игра для твоего телефона R8 Shadow Legends. Та самая, где тебя ждут более 400 героев, которых ты можешь собирать в пати и биться стенка на стенку в стиле RPG. Напомню, что помимо стратегии махачей, тут имеется красивый графон, сумасшедшая детализация, о которой ты со своим Intel Celeron и NVIDIA River 10 T2 мог только мечтать. 30 тысяч отзывов в стори это подтверждают. В следующие 6 месяцев игра будет сильно обновляться, добавятся новые фракции, боссы и фичи. Если ты еще не в числе тех 10 миллионов человек, которые уже рубятся в рейд и радуются жизни, то скачивай по ссылочке. Это помимо того, что поможет нам и дальше делать контент, тебе поможет получить 50 тысяч монет, чтобы хоть где-то была такая сумасшедшая сумма. Еще у тебя будет эпический чемпион. А это, как ты знаешь, элитарно и очень почетно. В эту же кучу можно добавить каперов. Это такое модное слово для тех, кто типа шарит в ставках на спорт. Я ни в коем случае не хейчу эту уважаемую профессию. Уверен, что действительно есть и люди, которые знают, что и на кого, в каких ситуациях ставить. Или ложить. Но вот почему-то, даже не знаю почему, на деле выходит, что профессионально большинство из них только обманывают. Во Вконтече, Телеге или даже Инститете наверняка также видел рекламки с призывами забыть все, что ты знал о зарабатывании денег и довериться человеку, который сам ставит на спортивные события и готов поделиться знаниями с тобой за небольшое вознаграждение. Такие делишки стары как мир. Если ты видел хоть один фильм британского Максима Галкина по имени Гайричи, то знаешь о людях, которые знают больше, чем обыватели о предстоящих игровых событиях, на которых можно зарабатывать баблишко. Но вот вспомни только как обычно в этих фильмах все заканчивается. В реальности все еще прозаичнее. Если в олдскульной схеме человечки, которые подскакивали обкашлять вопросики, хотя бы думали, что знают чего-то, чего не знают остальные, то в современных реалиях кабанщики варят денежку исключительно на обещаниях. И речь тут о трехзначных суммах. Работает это так. Паблик, группа в ВК или еще в какой-нибудь человеческой диджитал-помойке демонстрирует свой успех с помощью скриншотов или статистики выигранных пари. Ты можешь получать прогнозы на всякую мелочь бесплатно или заплатить за премиум суперэксклюзивный доступ к секретной элитарной группе людей, среди которых распространяется информация о самых жирных ставках с неминуемо победной информацией. Неминуемо победной информацией, извините. Но, в общем, ты понял. На самом же деле схема тут очень похожа на казиношную. Ты переходишь по ссылке, которую предоставил тебе успешный прогнозист, заливаешь бабло на события, о котором он и ты явно знаете больше, чем весь остальной мир. И процент от твоего вклада контора отдает человеку, который тебе эту ссылку и дал. Под своим же прогнозом. Безусловно, существуют договорные матчи, есть люди, владеющие этой информацией. Но, поверьте, такая инфа стоит очень дорого и распространяется исключительно среди узкого круга тех, кто точно не выложит результат в интернет. Вообще, тема современного спорта очень интересная. Если ты хочешь услышать о том, что мы думаем по этому поводу, то пиши в комментах. Ну, типа, ты же понимаешь, да, что современный спорт примерно на 100% на ставках и держится. И то, что YouTube запрещает гэмблинг в любом его проявлении, не мешает центральным каналам форсить его нон-стоп. Всем 3-2-2, пацаны. Кстати, некоторые админы подобных каналов сами иногда жалуются, что конторы по приему ставок кидают и их, не выдавая заработанные комиссии по рефералкам. В общем, если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Даже если вор ворует только шутки. Ну, поняли, да, так тоненько, тоненько. Вообще, реферальные ссылки – это главный доход всех. Тех, кто предлагает тебе что-нибудь купить. Ну, видел, например, там, группы, да, в телеге, там, с кроссовками на скидках, с Алиэкспрессом для всех слоев общества, и, там, с халявой для всех. Обратите внимание, что все ссылки отличаются от названия сайта. Это такие специальные прошитые ссылочки для реферальных партнеров. Тут никакого обмана, в принципе, нет. Существуют целые биржи, которые предлагают всем желающим распространять ссылки на их товары за комиссию. И это, кстати, охрененно прибыльное дело, если грамотно выстроить способ распространения этих ссылок. Суммы с комиссией доходят до лямов в месяц у самых успешных. Тут главное помнить, что, покупая со скидкой, ты ничего не зарабатываешь, а, скорее всего, просто тратишь бабки на то, что тебе особо и не нужно было. Так уж работают скидки. Нам нравится урвать что-то дешевле, чем оно есть на самом деле. Пусть это что-то даже особо и не нужно. Что уж поделать, все мы жертвы эпохи консюмеризма. Да и сейчас не получится, как в мое время ходить в школу в кедах с белым носком за сотку и при этом слыть модным панком, а не обычным нищебродом. Ставим плюсик в чат всех, кто в своей юности примерял брючки, стоя на картонке, пока продавщица прикрывала твой стыд шерстяным платком. Хорошее было простое время. А сейчас везде обман. Ты заметил, как за последние лет, наверное, 15, выросло количество районных пивников, ломбардов, микрокредитных организаций и людей, слушающих рэп? Все это свидетельство экономического упадка населения. Все дорожает, а денег больше не становится. В голове все чаще жужжит мысль, что ты работаешь только для того, чтобы дальше продолжать жизнедеятельность для работы. При этом культура и масс-медиа форсят образ жизнерадостных и вечно молодых людей, которые покупают счастье на сдачу от легкой жизни. Киберспортсмены, зашибающие ляма баксов, инстамодели, натверкивающие себе на дома. Все это толкает людей на поиски какого-то тайного знания о добывании денег. Ну а где же это знание еще искать, как не в бездонной помойке человечества интернете? Бесконечные схемы, пирамиды, биржи. Мы готовы обманываться хотя бы для того, чтобы потом можно было самому себе сказать, ну, что я что-то делал. Ну, так получилось, не фартануло. Зато какой был азарт, может все-таки в этот раз повезет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Как кажется тебе, пиши в комментариях и не парься ты бесконечно о бытовухе. И о всяких меркантильных штуках тоже. Это дело, конечно, нужно, но иногда и от головников надо отдыхать. Не загоняй себя постоянно тревожностью. Лучше выпей пивка. Например. Все равно, что четверг. Если кто-то будет выпендриваться, кидай ссылку на видос. Скажи, что я тебя попросил. Что я попросил выпить пивка. Теперь меня YouTube забанит за рекламу алкоголя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!